Здравствуйте, уважаемые любители камня и всем, кто неравнодушен природным самоцветом. Я приглашаю вас в действующий клуб любителей камня при компании «Урал Минерал». Зовут меня Попов Николай Петрович, я кандидат в геологии миниологических наук. Я являюсь действующим экспертом-гемологом с правом оценки драгоценных камней и изделий из них. Кроме того, я являюсь ведущим экспертом-гемологом и действующим доцентом кафедры минералогии при Уральской государственной горно-геологической академии. В нашем центре мы обсуждаем такие вопросы, особенности самоцвета с того или иного территории России или известных месторождений мира. На встрече с клубом любителей камней мы обсуждаем следующие вопросы, в чем отличается различие самоцветов с того или иного региона России или известных месторождений мира. Как отличить натуральный камень от искусственного или облагороженного. А также разговариваем о таких известных уральских самоцветах, как изумруды, александриты, луровиты, цеприны. На заседаниях клуба мы разбираем такие вопросы, чем примечательен тот или иной самоцвет, чем он ценен. И как определять, например, его привлекательность в виде в качестве коллекционного образца красивого. Или можно использовать в качестве сырья для производства ограниченного материала, а уже в дальнейшем для производства ювелирных изделий. Можно это дело определять по внешним признакам, визуально. И также мы учим пользоваться элементарными гемологическими приборами для диагностики того или иного самоцвета. Отдельная тема наших занятий будет посвящена известным поделочным камням, таких хорошо известных, как черогит, радонит и малахит. Понятно, что на современном российском рынке уральского малахита практически не осталось. Он весь исчерпаемый. Поэтому присутствует малахит из Африки. Но в чем его особенность? Он образуется так же, как уральский. Всем известно, это в районе крупных месторождений, зона окисления. И вот на небольшой глубине образуются большие такие как бы скопления. Его образование связано, ну условно, вот вода бежит, натечные. Поэтому это и характерно, это мы характерно видим в его рисунке. Красивые рисунки, поэтому когда делаются крупные кабошоны, задача мастера вскрыть, главное, вот эти почкообразные образования малахита, так, чтобы был красивый рисунок. И если удачно вскрытый, мы видим уникальные авторские изделия. На одном из наших занятий мы развеем такой миф о том, что уральских изгрудов не существует. Мы расскажем вам о том, как они образуются, в каких условиях, как их обрабатывают, как получают вот такие прекрасные камни. Потом они проходят метод сертификации. Покажем сертификаты, действующие сертификаты на уральские изгруды. И самое главное, научим вас самостоятельно определять их цвет, чистоту, характеристики. Где придя в магазин, вы сможете определить камень облагороженный, не облагороженный. Примерно дать его оценку и понять, насколько достоверную информацию вам говорят об изугудах в магазинах. А для тех, кто начинает знакомиться с прекрасным миром минералов, у нас подготовлены лекции с основами кристаллографии, минералогии. Где мы на природных штуфах объясняем, как образуются минералы, как они растут, как в дальнейшем происходят их изменения. Мы знакомим на таких вот прекрасных коллекционных образцах и также на полированной гальке цветной. И в конце семинара мы всем любителям дарим вот такую коллекцию, где представлены основные характерные минералы. В конце наших общих встреч я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Приносите с собой ваши любимые изделия. Мы посмотрим, натуральные они или выполнены из искусственных камня и с чем связаны эти причины. А также я порекомендую, где и в какой стране вы можете купить те или иные самоцветы. А так, до встречи в нашем клубе любителей камня. Продолжение следует...